В 2001 году по инициативе Ларисы Лазутиной в 12-й школе был открыт спортивный класс. Это направление оказалось востребованным. Дети, которые подают надежды в зимних видах спорта, учатся по специальным программам. Многочасовые тренировки, высокие показатели в учебе, результат совместного труда педагогов, учеников, родителей и тренеров. Большой спорт, он состоит в мелочей. Потому что тренируются миллионы, выигрывают единицы. И я знаю, что за этими замечательными победами стоит очень большой труд. Ваш труд, как спортсменов. Труд ваших тренеров. И, конечно, родителей. Потому что все начинается с родителей. Они приводят, уводят, встречают вас, кормят, лечат. Вы знаете, это целая армия вообще людей, которые создают результат. Пятерка одинцовских хоккеисток вошла в состав сборной России. Недавно команда с триумфом вернулась из Штатов. 6-1. Итог финального матча. Вы в этом году открыли победы, спортивные победы нашей школы. Многие считают, что хоккей не женский вид спорта. И в этом их ошибка. Это технически сложная игра, которая не обходится без стратегии и тактики. Лариса Лазутина сравнила ледовое противостояние с шахматами. Можно бегать быстро, можно еще что-то делать, но самое главное – это всегда голова. Вовремя отдать пас, потому что иногда пас – это лучше даже, чем гол. Папа Алина Руденко долго отговаривал дочь от необычного увлечения. Теперь хоккеем в хорошем смысле слова болеет вся семья. Родители не пропускают ни одного матча и уверены, что команда «Молниеносные лезвия» добьется больших успехов. Привыкаешь со временем, уже страх проходит, потому что сам по себе травмоопасный вид спорта. Когда с мальчиками играет, конечно, страшновато, потому что там и силовые приемы есть на некоторых турнирах, где уже возраста постарше. Команду «Молниеносные лезвия» создавали по крупицам девчонок, собирали со всей России. Самая многочисленная делегация из Одинцова. Сразу пять хоккеисток, и все они из 12-й школы. Это радость, так как они защищали наш класс, нашу страну и победили. Это было полное, я была очень рада, я, конечно же, следила, мы очень рады, мы смотрели трансляцию. Для меня класс особенный, спортсменов очень много в классе. Девочки, мало того, что они успевают, они уходят на тренировки, успевают и в школе отличницы. 2019-й юбилейный год для 12-й школы. Победа юных хоккеисток стала неожиданным подарком для всего ученического и педагогического сообщества образовательного учреждения. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.